Добрый день, уважаемые телезрители! Вы передневные новости в студии Саулем Бесималиева. По становлению правительства внесен очередной пакет изменений в программу поддержки частного предпринимательства «Дорожная карта бизнеса-2020». Ключевым изменением стало снятие отраслевых ограничений по выдаче гарантии фонда «Дому» по кредитам начинающих предпринимателей, чей возраст не превышает 29 лет. Молодые предприниматели смогут получать кредиты в сумме до 20 миллионов тенге всего за треть залогового обеспечения без ограничений по видам деятельности. Недостающее обеспечение может быть представлено гарантией фонда «Дому». Начинающим предпринимателем является субъект частного предпринимательства, срок регистрации которого в качестве индивидуального предпринимателя составляет на момент обращения в банк за кредитом менее года. Им сняты отраслевые ограничения при получении гарантии. То есть сейчас дана возможность именно молодым людям до 29 лет оформить в банке кредит, при этом получить гарантию, замещающую залог до 70%. То есть государство за них 70% готово закрыть гарантии перед банком, чтобы они получили кредит для развития бизнеса, причем абсолютно любого бизнеса. Кроме этого, начинающим предпринимателям помогут с составлением бизнес-планов. Этот аспект имеет важное значение. Придумать идею бизнеса для кого-то легко, но оформить ее документально и обосновать цифрами для многих предпринимателей трудно. Молодым предпринимателям надо пройти сверху регистрацию в налоговом комитете. Потом собирать несколько документов, надо собирать копию, чекать, пошлили, все. После сбора документов приходит Гебразия, институт, который находится, институт асоциации предпринимателей. Там сидят три менеджера, составляют бесплатно, подчеркиваю, бесплатный бизнес-план. Есть у них уже составленные? Да, у них есть уже все нисколько по направлениям. Салон красоты, или клево-пекарня, или там крестьянская самозанятая население. Некоторые приходят, я дома сижу, у меня кролика выращивают, курицы держу. Мне нужны какие-то средства, что нужно. Это вроде бы малая предпринимательство, но одновременно самозанятая население. Что нужно, как делать, какие льготы предлагаются. И подсказываю, и они составляют планы. Фонде надеются, что введение данной меры даст новый толчок к развитию молодежного предпринимательства в сфере торговли, общественного питания и других видов деятельности, ранее не являвшихся приоритетом программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Роман Копняев, Айбулат, ЖГПАР, Александр Грабарев, ТДК-42. Всего в нашем городе стоит на учете 78 864 автотранспортных средств. Из них машин со старыми номерами в нашем городе 14 тысяч. С начала года по налогу на транспортные средства дополнительно взыскано в бюджет 61,6 миллионов. Подробнее в сюжете Анна Мартвинчева. Налоговый департамент Западно-Казахстанской области просит всех горожан города, у кого имеются автотранспортные средства со старыми номерами, снять их с учёта в ГАИ в целях избежания налогов. Нами на сегодняшний день ведётся работа по выявлению автовладельцев, у которых имеются долги по налогу на транспортные средства перед бюджетом, по которому в дальнейшем принимаются меры принудительного взыскания путём направления уведомлений. В ходе отработки возникает ряд вопросов со стороны жителей города, у которых имеются транспортные средства со старыми номерами. Чтобы снять с учёта старый транспорт с утерянными документами, для этого нужно только взять подтверждение об отсутствии задолженности и потом с этой справкой идти в ГАИ и подавать заявление на снятие. Во избежание привлечения к административной ответственности и принятия принудительных мер по взысканию налоговой задолженности, необходимо своевременно производить уплату налогов, пенсионных взносов и социальные отчисления. Налогоплательщики, что работают по общеустановленному режиму, должны производить уплату налогов ежемесячно до 25 числа. А до 25 августа за первое полугодие должны уплатить налоги предприниматели, что работают по упрощённой декларации. В целях своевременного реагирования на уведомления налогового органа необходимо просматривать все уведомления, поступающие на веб-приложение Кабинет налогоплательщиков. Также списки должников, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих налоговую задолженность, размещены на официальном сайте Налогового комитета Министерства финансов, в Салыбке и ЗАД. Все горожане города, у кого имеются машины со старыми номерами, которые не ездят и у вас утеряны документы на них, нужно снять машины с учёта, так как налог на них всё равно начисляется. И всем налогоплательщикам нужно помнить о дате уплаты налогов. Как говорится, заплатил налоги – спи спокойно. В этом году местные аграрии засеяли более 23 тысяч гектаров масличными культурами. При хорошем урожае местный маслозавод «Серекта» «Майкомбинат» будет полностью загружен сырьём. Потребности предприятия – 21 тысяч тонн семян в год. Из этого объёма можно получить более 7 тысяч тонн масла. Посевные площади под масличные культуры ещё совсем недавно достигали 100 тысяч гектаров. Но в 2012 году от засухи погибли две трети посевов. Фермеры скорректировали свои амбиции. В этом году масличными культурами было засеяно 23 тысячи 800 гектаров. При благоприятных погодных условиях хозяйство рассчитывает собрать по 7-8 центнеров с гектара. В сентябре месяце уже будет готов приём нового урожая подсолнечника. Как выше я сказал, 23 тысячи 800 гектаров в этом году посеяно технических и масличных культур, особенно подсолнечника. И они сегодня себя чувствуют хорошо. И прогнозы, августовские прогнозы, ожидается дождей. И я считаю, что в этом году у нас тоже с масличными будет очень хороший результат. Приёмка зерна, объёмов подсолнечник тоже порешён. Можно сказать, мы будем арендовать склады по именскому элеватору. Уже с головной, значит, продкорпорацией в осаде этот вопрос я лично сам заезжал. И вопрос сегодня мы получили одобрение. Сейчас, значит, теоретические комбинаты отрабатывают вопросы приёмки объёма подсолнечника. И я считаю, что сегодня, скажем, вот такие организационные вопросы полностью они сегодня решены. В России ежегодно растёт производство подсолнечника. Там урожай составляет около 10 центнеров с гектара. Приоритет при посеве отдаётся районированным семенам. Именно они дают хороший урожай. Особенность подсолнечника в том, что его цветок всегда устремлён к солнцу. Сейчас, по словам чиновников от сельского хозяйства, нас ожидает отличный урожай. Но если к тому же в июле и в августе пройдут хорошие дожди, то урожай станет ещё лучше. В этом году увеличился объём государственных субсидий, выделяемых фермером, занимающихся выращиванием масличных культур. В Зелёновском районе, где мы сейчас находимся, я помню, порядка 12-13 тысяч посеяли. Поэтому, ну вы знаете, что у нас в области работает проект по переработке масличных культур. Сейчас этим занимается директор Майкомбината. Поэтому у нас в этом году есть серьёзные планы поддержки этого бизнеса и самого производителя, вот как хозяйство, как Матвей Васян, в котором мы сегодня находимся. У нас в Зелёновском районе вообще серьёзно занимается по масличным культурам. В этом году государство ещё поднял субсидии на этот вид культуры. Поэтому селом цехуставропроизводителей хорошо сейчас уделяют внимание на масличные культуры. Большие надежды чиновники от сельского хозяйства связывают с возрождением местного маслозавода, который расположен в посёлке Пойма. Лишь только бы погода не подвела аграриев. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. С начала текущего года в городе произошло 166 пожаров. Это на 10% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Сотрудники противопожарной службы отмечают, что увеличение числа возгораний в летний период связано не только с жаркой погодой, но и с несоблюдением элементарных правил техники безопасности. С начала текущего года наблюдались возгорания различного характера, в результате которых пострадали как взрослые, так и дети. При наличии 166 случаев пожаров травмировано 30 детей. Четыре ребёнка погибло. На сегодняшний день основное количество пожаров приходится на жилой сектор. Оставлены без внимания электроприборы, неисправная электропроводка, разведение костров на территории частного сектора – всё это прямые причины пожаров. В настоящее время за сутки у нас в связи с установившейся жаркой погодой на территории города и области регистрируются выезда, 10 и более выездов. Если брать прошедшие дежурные сутки, то у нас по городу зарегистрированы два случая пожара. Это если остановиться на более серьёзном, это в 14 часов 45 минут. В управление по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре. По улице Венермана, 24. Значит, горелая кровля, чердачное помещение, перекрытие частного жилого дома на площади 60 квадратных метров. Также огнём были охвачены хозяйственные постройки, которые располагались во дворе соседнего дома. На площади 40 квадратных метров, а также хозяйственное строение на площади 10 квадратных метров. Возгорание в лесостепной зоне случается также из-за неосторожного обращения с огнём. Зачастую, отдыхая на природе, люди оставляют непотушенными костры, а также полиэтиленовые пакеты, жестяные банки и прочий мусор, который и становится причиной возгорания. Сухая дрова в основном горит из-за того, что в выходные дни, в праздничные дни люди, выезжая на природу, разводят там костры. И в ветреную погоду огонь получает распространение. Также источниками возникновения пожаров могут являться непотушенные окурки сигарет, когда люди, передвигаясь на автотранспорте, выбрасывают непотушенные окурки сигарет и вследствие чего возникает возгорание. Сотрудники УЧС обращают внимание на соблюдение правил пожарной безопасности, ведь возгорание легче предупредить, чем устранять его последствия. Это была вся информация к данному часу. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин